Значит, как известно, добрый день, можно бесконечно смотреть на три вещи. Это на то, как течет вода, как горит огонь, и как известный всемирно признанный астроном Николай Козырев страдает херню. Вот я у него еще две таких штуки нашел, и сейчас хочу о них рассказать, которые упираются в непонимание простых вещей, связанных с обычной физикой. Нет, товарищ, я так полагаю, судя по его первому, он физики не знал вообще. Вот я сейчас тебе покажу, чего чувак, чего я действительно физики не знал вообще. Вот сейчас просто показываю. Значит, простейший эксперимент у Козырева, который вы описаны, последняя его работа Алистан Струганов посвятил под одну из последних этих глав вот этой книжки, вот именно в этой работе. Она связана с тем, что с точки зрения Козырева, когда у тебя сталкиваются два тела, например, они деформироваются, у тебя возрастает энтропия, и время уносит часть чего-то с собой, время излучает, и оно уносит с собой. И в результате это что-то, например, влияет на массу, и тело становится легче, например. Тело становится легче совсем. Вот. Как это примерно происходит? Ну, например, неупругое столкновение двух кусков пластилина. Они взяли, столкнулись, а потом их взяли и взвесили эти два куска пластилина. И получается, с точки зрения Козырева, что этот, значит, пластилин стал легче. Или еще взяли кусок чего-то там, деформировали сильно, терли, терли, деформировали, опять взвесили, и опять получается на один процент даже легче. Вот. Это все вот такой набор, как бы, этих вещей. И Александр Строганов рассказывает о том очень поэтично, на мотив известной притчи о Савле, который самый Павел. Он рассказывает таким образом. Вот этот Насонов, главный инженер Кировского завода, и Козырев занимаются в каком-то коридоре своими удивительными экспериментами. И рядом есть какая-то тетка, кандидат химических наук, который смотрит на них скептически. Очень скептически. Вот. А под конец они ей рассказывают про то, что вот у них при деформации и при нагреве, все предметы при нагреве и деформации становятся легче. И она замечает глубокомысленно. Да, у них, оказывается, у химиков есть таблицы, которые говорят, что при нагреве вещества становятся легче. Такие вот эти таблицы есть. Таким образом, замечает Строганов, Савел стал Павлом. То есть вот произошло окрытие. Теперь давайте разбираться с точки зрения, что здесь скрывается за всем этим. Как ты микрофон специально так поиграл? Нет, я не так. Что скрывается за этим с точки зрения обычной простой физики. А кто такой Козырев? Напомните, пожалуйста, для тех, кто не в курсе. Козырев – это известный астроном. Прославленный тем, что он открыл сейсмическую активность на Луне. И он разработал целый ряд очень странных теорий, экспериментов, провел, одни из которых мы обсуждаем. В том числе он создал причинную теорию времени, причинную механику, так называемую, которую мы тоже будем сейчас обсуждать, но чуть попозже. Вот такие его общие слова. Если вы меня раньше не слышали, слышали и забыли, вы можете это взять и почитать в интернете. Такая вот наша вещь. И было целое движение. Вот, например, посвященное Козыреву. И вот, например, здесь в конце есть стихотворение Андрея Вознесенского, посвященное Николаю Козыреву. «Нет пороков в своем Отечестве, не уважаю лесть. Есть пороки в моем Отечестве, зато и пророки есть». Вот мы говорим о пророке нынешнем сегодняшнем. Такие, как в Некоррозии, Ноздрея Петербургской взлет, Николай Александрович Козырев, небесный интеллигент, а вздет интеллигент, прошу прощения, засвечивает. И так далее. Но мы-то, которые учились в школе, в младших классах, знаем про закон Архимеда. Как действует? И знаем, что есть такая дисциплина, как воздухоплавание. Если взять воздух в шарике, его хорошо надуть, то этот шарик полетит наверх. Мы же это знаем. Вот. Поэтому... Не надуть, а нагреть. Нагреть, да. Нагреть. Надуть шарик воздухом, нагреть, и он полетит вверх. Что здесь происходит? Здесь тоже меняется вес, вы не поверите. От нагревания. Почему? Потому что появляется сила Архимеда. Шарик при этом расширяется, и его плотность, горячего воздуха в шарике, становится меньше, чем плотность окружающего воздуха. В результате у нас шарик взлетает вверх, и целые шары, мангольфлиеры и другие могут летать, и дирижабли, и так далее. В этом дело простая сила Архимеда. Поэтому мы понимаем, откуда у этой тетки с кандидатской степенью по химии была таблица изменения весов при нагреве в тело. Потому что они все расширяются. Они чуть-чуть расширились. Сила Архимеда дает определенную расходу вклад, и они становятся чуть-чуть легче. Вот. И масса их чуть-чуть изменилась. Они же вешают их не в вакууме, не под вакуумом, а вот просто берут кусок на весы, ставят. И чем он горячее, тем легче. Вот и все. Простая вещь, простая физика за всем этим скрывается. Точно так же и с деформацией очень часто. Когда, например, мы возьмем чего-то и его деформируем, очень часто бывает, что его объем увеличится, и оно становится легче. Или мы можем чего-то жать. Если я возьму бумагу, и вот так возьму, или вот так возьму, то эта бумага, она, значит, у нас как бы не легче, не тяжелее не станет. Почему? Потому что сама-то она не деформируется, а воздух вокруг нее все равно где находится. А вот какой-нибудь там металл или проволоку, мы действительно можем так сделать. Если мы действительно возьмем какой-то металл из сердца, и возьмем его покуем хорошо, то его объем уменьшится. И с точки зрения нашей закона Архимеда, он станет чуть-чуть тяжелее. Вот таковый закон про всевозможные деформации. Но могут сказать, ну это же Строганов, этот же Козырев не мог такого не понимать. Но я хочу заметить, вообще говоря, Козырев не мог такого не понимать, но мог и понимать такие вещи, что об этом нужно обязательно людям рассказывать. Рассказывать нужно об этом. Ты, когда ты говоришь, что у тебя что-то там деформировалось и стало легче, ты обязан при этом упомянуть, что мы таким-то, таким-то способом здесь можем отвлечь от силы Архимеда. Но таких слов нигде не говорится. Про Архимедову силу нигде не говорится. Но только одна Архимедова сила отвечает за то, что нагретые тела становятся чуть-чуть легче. Только Архимедова сила отвечает за то, что нагретые тела становятся, ой, деформированные тела тоже иногда становятся чуть-чуть легче, иногда чуть-чуть тяжелее. Вот и все. Вот простая вот эта самая вещь. Тем не менее, до сих пор эта легенда о великом Антрите Козырева существует. И у меня господин один из нас слушателей опять воспроизвел ее в книжке Козырева. Вот ее воспроизвел. Я ему задал вопрос, правда, знает ли он, как это можно объяснить без Козыревщины. Вот сейчас я говорю, как это можно объяснить. Пусть он простой Архимедовой силы. То есть это физика не восьмого класса, не девятого, не десятого. Это физика пятого, шестого. Но которая почему-то Козыревым игнорируется. И вместо этого нам не лепит вот такую залепуху. А Строганов в поэтической манере рассказывает нам про кандидата химических нук, которая типа прозрела. Может быть она просто не знала. Может быть знала, но постеснялась трем здоровым мужикам объяснять, какую они глупость лепят. Не знала, за счет чего у них вот эта таблица появилась. За счет того, что все ее химические тела при нагревании расширяются. Поставил их на весы. Даже гирку нагретую. Она и то станет чуть-чуть легче. То есть меняется удлинный вес, да, фактически? Так надо правильно? Ну, можно сказать так, да. Хорошо. Вот. Это значит наша первая история. Первая история. Я хочу вот ее зафиксировать. Речь идет о том, что понимал или не понимал, Строганов точно не понимает, что здесь происходит. Понимал или не понимал Козырев, это вилами на воде письма. Может быть он где-то что-то делали реально под вакуумными колпаками, Что-то взвешивали. Но тем не менее Козырев, как добросовестный ученый, Должен был всегда об этом упоминать. Всегда говорит о том, что у него там при деформации что-то получилось, И время унесло у него часть массы. Всегда должен говорить. А вот сила Архимеда, вот она здесь вот такая. Теперь мы расскажем про более сложный случай, Который я неделю назад, нечаянно подумав, его нашел. И ходил довольный и счастливый, потому что типа я первый. А вот этой ночью я решил узнать, кто что там говорил, И с интересом увидел работу Александра Георгиевича Пахомова, Ну ровно того у исследователя, который прославился первым воспроизводством экспериментов в России, Датировано в 92-м году. Где он это все говорит, и говорит гораздо лучше, чем еще скажу я, Еще эксперимент поставил. Значит, речь идет, что Козырев в свое время ввел моду на вот такое простое приспособление. Оно представляет из себя кусок жести, да, И сверху закрыто присяглась стеклами двух столов, Ну чтобы было видно, что происходит. К центру его на тончайшей нейлоновой нити подвешен грузик. Грузик этот состоит следующим образом. Это деревянная палочка, несимметрично подвешенная. На конце ее одно закреплено, скажем, свинцовый грузик. Маленький. Один к десяти. Как это мне будет? Выглядит так. Здесь у нас. Оп. Оп. Вот здесь в центре к нему веревочка, а здесь палочка. Вот она несимметричная. Чтобы она вот так держалась, она вот такая несимметричная стрелочка. Это получается крутильные весы, да? Это такая бочка. А, бочка. Стенки ее обычные жести, они непрозрачные. А сверху присогласывают, чтобы было видно, что со стрелкой происходит. И обязательно в ней воздух. Если воздуха нет, то ничего не работает, говорит Козлик. И строятся следующего рода эксперименты. Например, ты подходишь к этой штучке, и стрелочка к тебе поворачивается. Ко всему живому она поворачивается. Почти. Да? Насонов из Кировского завода. Это, кстати, по уровню инженеров в разговоре. Открыл следующий эффект. Смотришь на эти овощи. Положил кабачки, допустим. Стрелка от них отворачивается. Нет, она к ним поворачивается. А взял их, разрубил на салат, измельчил. Стрелка от них одного вот отворачивается. Чудеса. Почему он говорит? Потому что эта стрелка к антропийной, к жизни, поворачивается. Вот так всей душой. А всего умирающего она отворачивается. Какой-то человек воспроизвел его эксперименты, потом стал стать старшим учительником, он от учительного института. Он с Козырем, они вместе это обсуждали, где-то в Крыму, по-моему. Он там был студентом, он тот момент. Ее рассказывают тоже романтическую историю нам. Чисто романтическую историю про Козырева. Что он к нему подошел, вот этот молодой человек, полный силы и здоровья. Стрелочка к нему повернулась. Потом подошел Козырев, и Стрелочка к нему отвернулась. И Козырев все понял, что жить ему осталось недолго, и так далее, и так далее. Ну, еще чего делают? Берут чай, осмотряют в нем сахар. Стрелочка к чаю поворачивается. Берут еще что-нибудь, растворяют это. Или берут, лучом света издалека светят, вот там пятнышко остается на дне. И Стрелочка к нему тоже поворачивается. Удивительная вещь, все тут же наделали таких коробочек, Стрелочек. У Козырева их было, наверное, говорят, штук 30 различных. Самое главное, должна была быть, вот она очень тоненькая, крохотная-крохотная. Ну, некоторые, потому что другие, как я, коробочек строить не стали, а попрощили подумать, что здесь происходит. Что теперь здесь происходит? Вся эта мистика, антропия, чай, нарезанные овощи, умирающие козырев, здоровые сил студент, куча всего. За этим скрывается простейшая физика, физика флюгера. Что такое флюгер? Флюгер это вот такой петушок, со стрелочкой тоже сидит, да? И когда ветер дует, у нас вот этим широким концом, он поворачивается всегда, флюгер, да? Прямо в силу, противоположную ветру. А вот этим самым кончиком, стрелочкой, по ветру становится. Вот так флюги работают, разумеется. Что происходит в этой коробочке? Что происходит? Взяли лучиком и нагрели вот это самое место. И что пошло? И ветер от него пошел, потому что нагрелось, и ветер от него полетел в противоположную сторону. А поскольку это очень чувствительные, самые чувствительные весы в мире, крутильные, стрелочка к нему повернулась ровно по ветру, вот этим хвостиком она стояла прямо противоположную ему. И всякий раз, куда-то не посветил, стрелочка туда и показывает. Вот флюгер. Теперь с овощами нарезанными, да? Почему стрелочка от них отворачивается, от нарезанных? Да потому что все прямо наоборот. Вот взяли нарезанные, они влажные, они испаряют, они охлаждают окружающую местность. Местность вокруг овощей становится холодной. И этот угол тоже становится холодной. Стрелочка это видит. И она от них отворачивается. Обычных людей. И так совсем. Подошел человек 36,6 к краю. Встал, смотрит, идиотик, да? На него. А край этот нагрелся. Стрелочка очень чувствительная. От воздуха она защищена. Вот эта самая стрелочка. Нагрели вот этот угол, с которого встал. Стрелочка ко мне и повернулась. Как к лучшику солнечному. Потому что я тепленький. 36,6. Вот. А козырь был холоднее. Может он одет был больше просто. Вот она от нее отвернулась. Вот таким образом. Вот. И вот за этим скрывается как бы вот такая простая физика. То есть ничего в этом как бы удивительного нет. Ну согласитесь, что простое объяснение. Простое и эффективное. Что сделал Александр Георгиевич? Он каким-то образом испорил сосуд Дюара. Таким образом, чтобы вот наружный вот такие чай нагретый. Чай просто нагрел угол. Стрелочка к нему повернулась. Да, понимаете? Он с сосудом Дюара как-то это делает. Перегородил. Что-то такое делал. Стрелочка никак не реагировала. То ли он всю эту штуку, что-то в сосуд Дюара там ввестил. То ли еще как-то. И она никакой энтропии. Ничего время там не уносила. Ничего там не происходило. Такого чудесного, мистического. Никакой причины механики не было. Не работало. Вот он еще эксперимент поставил. Вот. Аж в 91-м году, наверное. В 92-м году была она опубликована эта вещь. И как бы это дело сошло на нет. Но, тем не менее, миф о стрелочках козыря, бавловом энтропии и всем прочим. Он чрезвычайно живет. Вместо того, чтобы немножко посидеть и подумать. И понять. Проблема вот этого человека, будущего старшего лучшего струня, которого, в основном, мне козырь достал. Он долго не мог найти, значит, нейлоновую ниточку необходимого диаметра. Оказалось, что очень тонкая. Обратился к козырь. Он говорит, что все то, что он делает, не подходит. Вот это. Его даже глазом было не разглядеть. Для того, чтобы чувствительность здесь была очень высокая. Но помню, что гравитационное взаимодействие очень слабое. Кевен Диш тоже использовал такие крутильные весы. Помните? Брал две большие шара и сближал их. И стрелочка этого... А козырь тоже отлично понимает, что вот эта штука, она только в воздухе работает, а в вакууме она не работает. Вот. Он знает это. Вот ПТМ и работает, потому что ветер. Ветер от накрытого предмета. Слабые кондиционные протоки организуют нам работу флюгера. Внутри вот этой самой коробочки. И ничего больше. Ничего. Абсолютно больше ничего. Никаких энтропий. Никаких чудес. Никакой врачейной механики. Все вот так. Больше ничего нет. Вот. Таков у нас расклад получается.